Выездная администрация прошла 19 июня в ДК «Сатурн». Владимира волнует вопрос озеленения территории. Многие деревья на улице Лучистая, где он живет, погибают из-за зимних реагентов. Засыхают они от того, что зимою дорожки посыпаются солью или реагентами какими-то. Потом эти реагенты бросают с дорожки. Куда? Под деревья, под стволы деревья, на деревья. И в итоге, сейчас, если бы можно было найти, у меня там есть фотографии, засохли деревья. Будем без возможности садить осенью. Оксана пришла с вопросом ремонта дороги на улице Раменья. Обещала на следующей неделе приехать, посмотреть эту дорогу, потому что действительно эту дорогу назвать невозможно. Хотя, еще раз говорю, это город Раменской, и живем мы там уже 10 лет. Посмотреть, в каком состоянии находится дорога, ну и, наверное, предпринимать какие-то меры. Также Оксана присутствовала на встрече, которая была организована в рамках выездной администрации с генеральным директором МОС «Ублгаза» Игорем Барановым. Вопросы газоснабжения, это руководители «Ублгаза», поэтому давайте, я думаю, в режиме формат общения, диалога задавайте, и мы, соответственно, со своей стороны будем отвечать. Жители смогли обратиться в частном порядке за разъяснениями вопросов по социальной газификации. Заключали договор, но семья увеличилась, стала многодетной, теперь надо будет расторгать договор, который был, и заключать его уже по сертификату многодетной семьи. Спасибо огромное руководству, они все очень толково объяснили и помещали, что в течение ближайшего времени, ну, точнее, как только мы оформили уже новый договор, он будет исполнен. Встречи с жителями не всегда полезные, конструктивные, эмоциональные, это самое главное, здесь мы слышим и похвалы в адрес МОС «Ублгаза», есть справедливая критика, но мы к ней относимся как к возможности быть лучше, стать лучше, поэтому, конечно, мы ценим такие встречи, я благодарен жителям, что они находят время для общения с нами. В программе социальной газификации участвуют 384 населенных пункта, заключено более 13 тысяч договоров, выполнено более 7 тысяч пусков. Сейчас в нашем поселке, в нашем жилищном комплексе проложен уличный газопровод, идет процесс его юридического обоснования, постановки на учет, сдачи надзорным органам, после чего где-то осенью жители смогут подать заявки на технологические присоединения. Мы надеемся, что вопрос будет положительный, и в отопительный период мы войдем, в общем-то, как цивилизованные люди, будем отопливаться газом. Критерий по сути один, это в границах населенного пункта должен быть действующий газопровод, и, соответственно, президент, как вы знаете, недавно принял решение включить в социальную газификацию садовые товарищества, поэтому садовые товарищества, которые на общем собрании принят решение в проекте участвовать, и которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов, могут, соответственно, принять участие. Сейчас как раз с администрацией проводится работа по сбору таких решений от собраний, и мы, соответственно, до 1 августа включим те садовые товарищества, которые пожелают в этом проекте участвовать, в план график, и доведем информацию о сроках для наших жителей. У нас есть конкретные ответы на все вопросы жителей, безусловно, мы понимаем план работы, график, мы готовимся к таким встречам, поэтому я очень рассчитываю, по крайней мере, мое ощущение того, что жители, которые пришли на нашу встречу, все ушли с удовлетворенной с ответа. Я очень довольна данным мероприятием, почаще бы таких мероприятий, чтобы люди могли решать свои вопросы. На выездную администрацию пришли более 60 жителей. Все вопросы, которые требуют решения, взяты в разработку. Екатерина Морозова, Сергей Григорьев, Раменское телевидение.